Всем здорова, всем привет! Ребята, всем привет! Вы находитесь у меня на кухне, а я нахожусь, скорее всего, у вас в телефоне, в планшете, либо в видеомониторе стационарного компа или моноблока. Почему такая обстановка? Я, в общем, решил сделать серию миниатюрных роликов, буквально коротких, по поводу... ну, короче, я буду делиться своими мыслями с вами. Если вы будете мне отвечать, это будет супер-мега-круто. Сегодня я хотел поговорить... Этот ролик, кстати, он будет более длительный, чем все последующие, которые будут влоговые. Вообще, кстати, как вы думаете по поводу влога? Это интересно? Нет, пишите в комментариях. Сегодня мысль будет такая. В общем, я пересекаюсь очень часто на всевозможных барбер-коннектах, барбер-шоу, барбер-там... чего такому может не происходить. Ну, то есть, я не пересекаюсь, я обычно там стою где-то в сторонке и слушаю людей, вообще смотрю на что-то, и одни гонят бочку на других. Ну, то есть, одни люди считают, что там говорят, например, «Да что это? Ла Монако». Почему-то они называют стиль «Нью Скулл», он вообще называется «Нью Скулл», есть что. Ну, то есть, ему дали определение. Но зачастую его называют «Ла Монако». Я даже сам смеялся и говорил, что, типа, «Свидетели Ла Монако», секта такая. Но это просто смех, на самом деле, за этим ничего нет. Или, например, говорят, «Да что этот фейт? Он всем уже давным-давно надоел». Или, например, говорят такую вещь, «Да что вот old school? Не зачесал там волосы и всё». Ну, и конец. И, на самом деле, мне немного больно это всё слушать, по той причине, что вроде же люди, они должны разделять все стили, ковыряться в них и понимать. Ну, то есть, это как сказать, что, типа, «Да что этот металл?» Ну, я про музыку, например. Или, «Да что этот футбол? Да что этот хоккей? Да что этот баскетбол?» «Кидает мяч, там, счёт 125-17». Ну, к примеру. Это просто к примеру. И когда люди так говорят, мне кажется, они не хотят прыгнуть в детали. Я всегда стараюсь залезть в какие-то детали, проанализировать. И вот сегодняшнее видео будет о том, взять каждый стиль. То есть, последующие видео будут, например, сегодня мы поговорим про New School Джоша Ламонаку, Терриус, Хелен Кэссиди, не знаю, кстати, брать или не брать. Про этих ребят, в общем. Сравним, проанализируем, выявим все плюсы, минусы и попытаемся... Ну, я попытаюсь дать оценку, если это получится. В дальнейшем также будут темы про фейдинг и также будут темы про Old School, например. Так, друзья. Ну, наверное, я хочу с вами теперь поговорить про New School, как мы его называем. Вернее, давайте поговорим про то, как он был основан, что это такое и с чем его едят. New School в основном идет от компании Manspire, которая... Manspire? Manspire, которая была основана Джошем Ламонакой, как мы его видим. Вот он, красавчик. В 2012 году он получил в 2017 премию как лучший преподаватель, потому что у него этого опыта очень много. Manspire является собой не классическим барбершопом, как и про Джошу Ламонаку. Он сам про себя говорит, например, что он не является классическим барбером, да. Хотя его называют барбером, и бог с ним меня это вообще нисколько не парит, потому что, я думаю, он основатель школы New School. То есть это такой традиционный уже, наверное... Она уже становится потихонечку традиционной английской модой нынешнего поколения, скажем так. Ну, вот. И формы отличаются. Формы показаны больше как, скажем так, модельная тема для журналов, да. В свою очередь скажу, что от чего я избежал из салона, красоты. Ну, например, я имею в виду, когда там стрики, что просили. И... Ну, правда, такие темы не просили. Но я имею в виду, когда я смотрел журнал и не понимал, зачем всё это надо, то меня и настигло, по большому счёту. Ну, я могу сказать, что меня это вообще никак не настигло, потому что я это не стригу. Но, тем не менее, это есть, и это здорово, потому что это прям традиционность определённых стрижек. Сказать, что это для меня странно, ничего не сказать. То есть, это очень странно. Но для английской моды и для журналов это не странно. Например, если взять Josh O.P., да, Амиропотель, я преклоняюсь перед ним полностью. Это очень круто. То, что он делает. Но, повторюсь, для меня это будет являться очень странной фигнёй. Скорее всего, эта тема либо заходит, либо нет. Для нынешнего поколения, скорее всего, да. Потому что им всё это интересно. Мне немножко интересно другое, но это очень круто, да. Josh O.P. Амиропотель клёвый, несмотря на то, что формы очень странные. И, ну, вот, допустим, Quiff, ну, это клёво. Не признать, что это круто, невозможно, да. Если брать Notarius, давайте немножко поговорим про минусы, да. Если мы берём традиционный фейдинг, например, Notarius такой чувак. Меня всегда забавлял один момент. Когда, вот, смотрите, он там делает фейд. Это с пропуском насадок, например. И вот что меня больше всего забавляет в этой теме. Это у всех, у Josh, Ламонаки, у всех. То, что он показывает, посмотрите, берёт рукой, отодвигает в сторону, да. И посмотрите, типа, как чисто, быстро и вообще клёво. На самом деле получается быстро, грязно и пиздец по форме. Ну, то есть... Для меня это странно. Хотя моё уважение к нему не меньше, чем к Josh, Ламонаки и ко всем остальным. Но, по мне, такие формы являются капец какими странными. Но они имеют право на жизнь. То есть, это круто, потому что это свежо и ново. Если мы берём русских пацанов, например, Рома Клиперкил, да. О чём... Ну, то есть, если я беру этих чуваков... Я не могу сказать и, например, их в чём-то обвинять. Мне очень нравятся их работы, потому что это вроде как New School, но это вроде как и по-другому совершенно. То есть, Рома ездил к нему, отучился у него, и, получается, у Josh, Ламонаки в компании Man's Pire. Но дело в том, что интерпретация образов у него совершенно идёт по-другому. Мне очень лестно то, что Рома стал делать совершенно всё по-другому. Оставываясь на базе Man's Pire. Это клёво. Например, если мы возьмём Кирилла Темп Темпа, аналогичная штука. Кирюха большой молодец, потому что... Для меня это тоже является очень странной темой, но не признать, что это клёво и по-новому невозможно. Стал бы я стричь такие темы? Скорее всего, нет по разным причинам. Не хватает квалификаций, и кругозор движется совершенно по-другому. Не признать, что это прикольно, это глупо будет. Допустим, тоже вот недавно увидел такого парня, Body Barber почему-то его называют, не знаю, он с Украины. И это очень клёво. Это очень свежо и очень... Как-то не знаю. Но можно сказать, это, наверное, сравнить с картинами, да? Это некое произведение искусства, которое приятно смотреть, честно. Хоть я такое и не стригу, я всегда наблюдаю за парнями, потому что это вдохновляет, честно могу сказать. Ну и традиционно на мой любимый товарищ и... Человек, которого я безумно уважаю, Вадим Ласточкин. Очень сейчас... Ну, мне нравится, в общем, то, что он делает. Это тоже мэнспай. Это оформление страницы прикольное. Я не знаю. Это очень интересный товарищ. У него есть блог на YouTube. Соответственно, он выкладывает периодически оттуда видео. Я могу сказать, что вы можете посмотреть. Это очень здорово. Вадим Ласточкин тоже является топом. Сейчас мы поговорим чуть-чуть про исключения, да? Исключения, естественно, для меня будет тариф бэннеров. Это Black Barber. Ну, у него и фейды, они отличаются в лучшую сторону от Джоша Ламонаки, скажем так. То есть, они прям фейды-фейды, да? Если вы не видели это видео, собственно, вот тебе пропуск насадок. Но парень еще, скажем так, стрижет через расческу. Он не забывает такие относительно традиционные вещи. Вверх получается стекстурированный, как компанией, там, мэнспай и все дела. Но фейд получается намного лучше. И он ничего не скрывает, скажем так. Найдя свой фейд. Но это исключение по той причине, что это очень круто. Это очень круто. И здесь есть юмор. И все. Посмотрите, как бы это здорово. Ну и вот еще парни я нашел. Александр Березовский из Беларуси. Все то же самое. Это вроде как мэнспай, но это вроде как охреневшие чистые фейды. То есть, касаемо темы, например, к чему я хочу подвести New School, касаемо темы, что это как-то по-другому, это как-то свежо, это факт. Касаемо темы, что это традиционный барберинг или традиционный фейдинг, думаю, нет. Это отличается. Если судить New School в традициях в его жанре, вполне. Это здорово, это новое, это свежо. И нельзя, конечно же, эту тему связывать, например, с олдскульными стрижками или с стрижками, допустим, фейдинги. Это будет абсолютно другое. Есть исключения, как мы говорим. Очень большие исключения, но это все же по-другому. Вот такой вот миниатюрный влог. Мы сегодня попытались разобрать New School, понять, что это такое, что никакого отношения к традиционному барберингу, к классическому, именно олдскульному, он не имеет. К фейдингу практически он тоже не имеет никакого, но это новая, свежая тема. Забыл сказать, что компания Mailman Spire выпускает косметику London Grooming Club, и, соответственно, в данных традициях они используют тоже так же пасты, текстуродерживающие спрей, и все в этом духе. То есть здесь вы не найдете никакого классического бриолина, потому что с помощью бриолина непонятно, что здесь сализовать. Как вы считаете вообще, какое влияние на вас оказал New School? Кто ваш любимый, скажем так, исполнитель в этом стиле? Спасибо большое. Пишите, пожалуйста, что вы думаете. Ваши мысли. Мне очень интересно узнать ваши мысли по этому поводу. Надеюсь, что сегодня мы прошлись по плюсам и минусам New School. Продолжение следует...